Здравствуйте! Здравствуйте, ребята! Сегодня урок по химии проведу я, Кадина Марина Неконоровна, и темой нашего урока являются углеводы. Рассматривать мы будем сахарозы. В результате изучения темы вы будете способны характеризовать состав и строение сахарозы, описывать нахождение в природе и способы получения, описывать свойства дисахаридов на примере сахарозы, характеризовать области применения сахарозы. Давайте вспомним. Углеводы или сахара – это класс органических соединений, состав которых можно выразить формулы ЦННН, Х2ОМРАС. Все углеводы можно классифицировать следующим образом на моносахариды, дисахариды и полисахариды. Важнейшими дисахаридами являются сахароза, которую называют свекловичный или тростниковый сахар, лактоза, молочный сахар. Лактоза под действием бактерий превращается в молочную кислоту, Поэтому молоко скисает. И мальтоза, солодовый сахар, содержится в прорастающих зернах ячменях. Солод. Давайте заглянем вглубь истории. Сахароза – возникнейший десахарит, содержащийся в растениях. В соке березы, клена, моркови, дыни, винограде. А также в сахарной свекле. Ее содержится от 16 до 20%. И в сахарном тростнике содержится от 14 до 26%. История появления сахара берет свое начало в Индии, более чем 3000 лет до н.э. Впервые сахар смогли получить из сахарного тростника. Первые упоминания о продукте описаны в индийском древнем эпосе Рамаяна. Слово «сахар» происходит от древнего санскритского слова «сакара», что в переводе означает «песок» или «сахар». Рассмотрим состав и строение сахароза. Молекулярная формула сахароза – С12H22O11. В состав молекулы входят остатки двух циклических моносахаридов – глюкозы и фруктозы. Структурная формула вещества состоит из циклических форм фруктозы и глюкозы, соединенных атомом кислорода. Вы можете рассмотреть структурную форму сахароза на данном рисунке. А вот так выглядит шаростережневая модель молекулы сахарозы. Физические свойства сахарозы нам всем хорошо знакомы. Она – это кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде, сладкое на вкус, прозрачное. Температура плавления сахарозы – 186 градусов Цельсия. Если расплавленное вещество продолжит нагревать, сахароза начнет разлагаться с изменением окраски. При застывании расплавленной сахарозы образуется карамель – аморфное прозрачное вещество. Химические свойства сахарозы. Сахароза – химически инертное вещество. Она не проявляет восстановительных свойств. Если к раствору сахара прилить раствор гидроксида меди, образуется ярко-синий раствор сахарата меди, что доказывает, что в состав сахарозы входят гидроксильные группы. А при нагревании этого раствора не образуется красный осадок оксида меди, и сахароза не дает реакции серебряного зеркала, что доказывает, что сахароза не содержит альдегидных групп. Давайте посмотрим эксперимент. Основное свойство сахарозы – гидролиз. При гидролизе сахарозы, который протекает в кислой среде при нагревании, образуются молекулы глюкозы и фруктозы. Реакцией гидролиза является обратной реакцией ее образования из моносахаридов. Сахароза или сахар – это ценный питательный продукт, и в странах, где есть соответствующая сырьевая база, налаженная его производства. Одним из сахарных заводов нашей страны является завод Фалежда. А получение сахара можно разделить на несколько этапов. Итак, первый – излечение сока из сырья методом прессования, механическая фильтрация сока, химическая очистка сока, дефекации, сатурации или сульфатации. Следующий этап – это сгущение сока выпариванием. Дальше сок уваривают до кристаллизации сахарозы, затем центрифигурируют, разделяют кристаллики сахара, сушат сахар сирец, и последняя стадия – это упаковка и хранение. Биологическая роль сахара разнообразна. Он обеспечивает организм запасом энергии, стимулирует и повышает защитные функции печени, улучшает деятельность мозга, улучшает пищеварение, выводит токсины из организма и повышает настроение. Применение. Сахароза является ценным продуктом питания. Она используется как консервант, необходима для выпечки хлебобулочных изделий, ее используют для получения искусственного меда, для приготовления различных соусов. Сахароза необходима при изготовлении лекарственных препаратов. Из сахарозы можно получить такие вещества, как глицерин и этиловый спирт. Я предлагаю вам несколько заданий для проверки ваших знаний. Если в пробирку с сахарной пудрой по каплям прилить концентрированную серную кислоту, сахарная пудра обуглится. Как можно объяснить это явление? Давайте сверим наши ответы. Концентрированная серная кислота – сильное водоотнимающее вещество. Второе задание. Даны три пробирки с растворами глюкозы и сахарозы. Приложите способ определения, в какой из них находится сахароза. Проверяем. Растворы глюкозы и сахарозы можно отличить с помощью аммиачного раствора оксида серебра, так как в молекуле сахарозы отсутствует альдегидная группа, для нее не характерна реакция серебряного зеркала. А вот для глюкозы она характерна. Поэтому, проведя ее, мы можем определить, в какой из пробирок находится сахароза. Наш урок окончен. Благодарю вас за внимание. Желаю здоровья и успехов! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова